Здравствуйте. Депутаты предлагают брать с богатых больше налогов, чем с бедных. В Госдуму внесен законопроект, который вводит в России прогрессивную шкалу налога на доходы физических лиц НДФЛ. То есть закон предусматривает смешанную систему налогов для людей с разными доходами. Закон, если примут, может заработать 1 января следующего года. Так, депутаты предлагают установить пониженную ставку НДФЛ в 5% для лиц, которые зарабатывают менее 100 тысяч рублей в год. А для тех, кто получает более 3 миллионов рублей в год, будут облагать налогом от 15 до 25%. Напомню, что сейчас ставка НДФЛ едина для всех и составляет 13%. И еще одна новость из Госдумы. Комитет по бюджету и налогам рекомендовал Нижней палате парламента принять законопроект о курортном сборе. При этом документ предложили все же доработать. Например, пока непонятно, есть ли у местных властей возможность отказаться от введения сбора. Кроме того, есть риски, связанные со снижением туристического потока. Напомню, суть инициативы. Курортный сбор предлагается ввести в Крыму, Алтайском, Ставропольском и Краснодарском краях. Размер сбора составит 100 рублей с человека в день. Федеральная антимонопольная служба с 1 июля повысит цены на газ для промышленных предприятий. Рост цен составит 3,9%. Такое решение в ведомстве обосновали тем, что индексация цен на газ была заложена в прогнозе социально-экономического развития России на 2017 год и на плановый период 2018-2019 годов. ФАС рассчитывает, что повышение цен на газ приравняет их с уровнем доходности экспорта. Число выданных кредитных карт выросло на 23%. А только в мае нынешнего года банки оформили 2 миллиона 130 тысяч кредиток. Это на 23% больше, чем за аналогичный период 2016 года. Об этом сообщает Национальное бюро кредитных историй. При этом, по данным бюро, трудности с погашением долгов по кредитам испытывают порядка 6 миллионов россиян. Самая большая доля просрочки зафиксирована в сегменте кредитных карт – 25% и потребительском кредитовании – более 20%. Аренда элитного жилья в Перми подорожала за год на четверть. Чтобы снять самую дорогую квартиру, потребуется 120 тысяч рублей в месяц. Исследование рынка аренды дорогого жилья провел портал n1.ru. Еще годом ранее самая дорогая квартира обошлась бы в 80 тысяч рублей. Площадь элитного жилья практически не изменилась и составляет в среднем 110 квадратных метров. Большинство элитных квартир находятся в Свердловском и Ленинском районах города. Все они оснащены дорогой мебелью и техникой, а ремонт выполнен по индивидуальному дизайн-проекту. По мнению экспертов, рост цен в сегменте элитного жилья связан с появлением в этом году еще более дорогих объектов. Курс доллара, установленный Центробанком на 23 июня, составляет 60 рублей 14 копеек. Курс евро – 67 рублей 14 копеек. На этом у меня все. Удачи в делах. Редактор субтитров А.Семкин